Всем привет, с вами Войс! Меня долго не было, и это нормально, вы уже привыкли, наверное, но я вернулся с новой рубрикой. Я еще не знаю, как я ее назову, но многие из вас меня просили, чтобы я сделал видео насчет Америки. У меня много спрашивали вообще вопросов, и я решился все-таки, думаю, время стоит начать. И начнем, пожалуй, с самого легкого и простенького, это еда. Меня спрашивали, расскажи нам о разнице между нашей едой и американской едой. А она, если честно, есть и очень большая. Скажу сразу, что наши еды намного полезнее, чем американские. Это факт, просто железный факт, здесь не поспорить. Даже не нужно каких-то расследований проводить, и тут так все ясно. Есть же такой стереотип, что в Америке живут жирные, толстые, полные люди, ну, по большей степени. Так вот, он немножко правдив. Ну, как немножко? Правдив он. В общем, да, очень большое количество людей здесь страдает ожирением. И на самом деле, мне кажется, они уже не думают, что это ожирение. Для них это, по сути, и нормально. Для нас, людей, которые следят за своей фигурой, и в конце концов, выглядят более-менее подобающе, даже если они за ней не следят. Видно на лицо то, что здесь что-то не то. Я углубляюсь куда-то туда, но на самом деле оттуда и идут все истоки. Опять же, почему здесь люди полные? Почему здесь еда такая плохая? Потому что капитализм. Потому что фермерам нужно делать бабло. И рубить его намного быстрее, чем это делают другие фермеры. Им нужно, чтобы скот, который они разводят, просто намного быстрее, чтобы они его могли продать. И что они делают? Они берут и колят эти химикаты в этих маленьких животных. Потом они врастают, становятся огромными свиньями. И тут их уже просто буквально за месяц, за пару недель продают. То есть деньги, 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 деньги. Все здесь так устроено. Это нормально для здешнего общества. Поэтому еда здесь очень высококалорийна. Поэтому еда здесь очень высококалорийна. Из-за этого, собственно, многие люди толстеют. Вкус здесь тоже намного хуже, чем у нас. Попробовать даже одно, любое какое-нибудь мясо, вы можете почувствовать, что здесь оно вообще, по-моему, безвкусное. Я на самом деле, когда приехал, и вот мне дали это мясо, я не упробовал вообще никакого вкуса. И потом, я вот так вот присмотрелся, все почти используют соусы. Какие-то добавки для чего? Для вкуса, потому что оно невкусное вообще. Потому что никакого вкуса нет. Поэтому им приходится как-то выходить. Вот они и макают эту куриную огромную крылышку. Я бы не сказал даже крылышко, я бы сказал это нога какого-нибудь теленка. Они макают вот этот соус, ну, чтобы, собственно, хоть как-то придать вкусе. Я так понял. Я не знаю конкретно, как у вас, но у меня в семье было принято делать супы. Первое, второе. То есть много всегда вариаций разной еды было. Но не то, чтобы одно чисто жирно-жирно-жирно. Нет, такого не было. Всегда был какой-то рацион стабильности, что ли. Здесь его тоже нет. Здесь люди едят то, что хотят. И поэтому большинство, можно сказать, едят гамбардеры, чизбургеры, хот-доги, там какие-нибудь крылышки опять же. Они не разбавляют это все чем-то другим, понимаете? У них, можно сказать, нет желания. А у кого-то просто, можно сказать, нет денег. Так как выгодно питаться, конечно же, где-нибудь в Макдональдсах, или в Лендисах, или в Бургер Кингах, или и так далее. Здесь очень много разных кухней. Это факт. Какая-нибудь итальянская, французская. В Америку, а конкретно на восточное побережье, прилетело, приплыло, прибежало, переплыло. Очень много разных национальностей. И, можно сказать, здесь появилось огромное разнообразие каких-либо кулинарных там... Как слово забыл. Короче, появилось огромное разнообразие еды. Здесь, на самом деле, можно попробовать очень много разных блюд. И это здорово. Желательно, конечно, это все делать где-нибудь в дорогих ресторанах, где еда там более-менее здоровая. Хотя я хрен знает. Если вы спросите мое персональное мнение, то мне, конечно, нравится больше наша еда. Я соскучился по ней. Когда я прилетал туда, и мне наготовили много-много всего, вы знаете, я просто себя чувствовал на седьмом небе отчасти. Это, на самом деле, было очень здорово, потому что ты сразу можешь резко почувствовать, разницу между нашей едой и здешней едой. И, конечно, наша еда намного и вкуснее, и здорово... Полезнее здоровье. Здоровая еда. Нездорово звучит. Конечно, наша еда намного полезнее и вкуснее. Ну, по крайней мере, это мое мнение. В общем, даже сейчас, находясь в колледже, нас кормят такой отравой. То есть, не отрава, но на самом деле оно выглядит... О, как оно выглядит. Это просто замечательно. Но только ты берешь и пробуешь его хотя бы чуть-чуть, но сразу... Ну, как так можно издеваться над едой? Как обычное мясо может быть таким весь вкусным? Как обычные помидоры и огурцы могут быть вообще не такими, как они должны быть? Ну, я не знаю, что нужно сделать с этой едой, вот с этой обычной едой, чтобы оно вообще было на вкус необычное. В плохом качестве. Хрен его знает. Но тут так и есть. Мне кажется, здесь больше добавить нечего. Остановимся на том, что, мне кажется, наша еда намного лучше. И все. Все. Я надеюсь, вам понравилось. И если это действительно так, то можете поставить лайк. Также, если вы здесь вдруг первый раз или не подписаны, можете подписаться. Было бы очень здорово. А также пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще по поводу Америки. Было бы очень здорово. Поэтому с вами был Бойс. Увидимся в новых сериях. Пока.